Паспорт Вот, вот, вот На него свидетельство там, чтобы Ничего мы этого не взяли А почему? Ну, ничего не сказали, и я даже не это Я свои документы не взяла Внимательно сейчас теперь смотрите Сейчас пока вы меня смотрите Тебе сколько лет? Одиннадцать Одиннадцать, в какой классный период Шестой, да? Достовок каркас Дальше мы уже ставим Вот, где зерну фетину А другая, где сейчас ползунова шесть Ползунова шесть Вот это официально Попустим Вот, вот, вот Вот, вот 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 Видно Алтайская правда Это про нас Это не на улице Мы открываем сейчас, чтобы вам было Видно Алтайская правда Вот Страница И поближе И поближе к ним, чтобы слышно было Батюшка Батюшка запрягает лошадь Вот 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 Встают Вот Это деревня наша Ты-то все увидишь там Вот Написано На территории деревня Курит зачищается На территории Это вот Детский лагерь Вот это Виктор Николаевич на велосипеде едет А это Дети идут За руки держатся У нас строгая дисциплина Вот Идем мы В каждой стеркви В стеркви Это По столу Это Это По нашему Обеду По форме Саша Мороз Вот Видите какая форма Старинная Русская форма Вот Овечка объягнулась А ребятишки Игненка тащат В свою машину Староста Вот в школе вышивка Видите На пианино играет А это глава администрации Приехал к нам Батюшка Это староста А это Ребятишки Вот Церкви Так положить Что ясно Что На улице Просто так не печатаются У нас много И газет вот Разных С этими соцсетиями Я уже показал И нет Другие Здесь у нас Другая Мы уже говорим Для того Чтобы Духом Я поняла Притом Не словами А как-то Дальше У нас есть Путевки Я сейчас показываю Путевки У нас тут пожар Маленький Дымленный Ну Неподорожен Что нужно брать с собой Вот Это Путевка Будет С печати Распишут Ребенка Запишут Верхняя Теплая Легкая Одежда Теплая 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 Бывает Дождь Но Неподорожен Легкую Блогу Резиновую Сапоги На один размер Больше Чтобы Когда отожди, на познаток и целый день фильмы там смотрят. Могу на тощу. Вы потянут будешь. Убор. Для девочек главное такое. Одеяло. Хотя теперь, сейчас обычный ключ у нас переизменились. Это у нас еще раньше не было. Смотрите. Одеяло теплое. Так. Простой. Теплое у нас есть. Моторцов, поджигатор, наволочка, простынь, две простыни. Приходку молотуалетную. Это два комплекта и две простыни? Две простыни. Одна бачка. Тоже может быть. Две комплекта. Сменить, постирать. А не чистить. Дальше приходку молотуалетную. Хозяйственную. Сумка, рюкзак, свет. Чтобы на ней пришейте. Такая фонда была. Потому что там ножка, как ножка. Кружку, ножку, сяшку. Некто иголки. А мы еще добавляем удочки. У нас гальян мелкие удочки. Рыбачьи ты видишь? Ну там можно рыбачьи. Червей накопают. А детям-то отдыхать. В озеро. Да не то что надо здесь. Отместка чистой тетради, ручка карандаш. Медицинский осмотр. Справку достать надо. На что? У нас в космос специально. Нет кожных заболеваний. Педеходы остаются, что нет и больше. Больше ничего нет. Ничего из электроники не брать. Если он приедет в часы. Там что-то. Телефоны все это сдаются. Только после отъезда. При отъезде ему возвращается назад. А как позвонить? Звоните на меня. А я ему даю телефон. Послушайте. Мы расскажем когда. В два часа дня. Допустим. Ну раз в неделю. Этого достаточно. Вот все. Ну тут говорит о названии нашего лагеря. Где он зарегистрирован. Какой наш адрес. Обещается. Понятно. А ты интересуешь спортивные занятия? Спортивные? Ну там есть такие. Это футбол. Волейбол. Бадмингтон отыграет. Что у нас? Теннис. Теннис. Бегают там гоняют. Ну футбол. Ну футбол это там. Это плавание. На упаду например. Плавание. До пяти раз в день купаются. То и больше бывает. Такой жаркой подушкой. Они в неделю готовятся к концерту. До обеда мы всегда работаем. Там дрова пилим на огороде. После обеда идут занятия. Занятия идут занятия. Вот встаем мы рано. А ложись. А каждый день дети сами определяют. Когда все надо раньше. Он может еще раньше. А вставать в одном. Бывает заиграется на футбол. А он знает вставать. Рано утром надо. Мы встаем в пять утра. Пять. Вот солнце сейчас будет. Дальше после двадцать второго. А тогда мы в пол шестого. Потом в шесть. Мы за солнышком идем. Лагерь очень необычный. Утром гимнастика всегда. Пробежка вокруг лагеря. И молитва. Молитва. Чтение Евангелия и все. Каждую субботу и воскресенье мы идем в храм. Там у нас священие. Православная вера. Это не баптисты. У тех храмов нет. У нас официально все. У нас день деревни был. Местный епископ к нам приезжал. Но у нас очень строго. У нас нет этого, что ходят с кружкой, собирают деньги. Продают. У нас этого нет. У нас каждый член церкви платит десятирую. У нас все бесплатные. У мужчины все бесплатные. Священия у нас не продают. А покупают внос. Бабушки и люди. Священия ставят сколько нам. И у нас агарки не воруют. Она догорит, помигает и погаснет. У нас это все в кустами описано. А с собой никакие документы вообще нет. У меня там вообще нет. У меня с собой паспорт прошло. Нет, ну не паспорт, а что-то есть у вас еще. Есть, правильно. Ну, ветеранская есть у меня. У вас нужно записать. Ну, сейчас. Кто вы такая? Так. Кто у него мать-то? Мама. Сестра Наталья. А где она? Ну, она по работе. А она-то желает, чтобы быть? Да. Главный вопрос, а с тобой, Артемий, был. Ты в Бога веришь, что Господь Бог есть? Да. Да. У нас молятся утрами. Тебе это не тяжело будет? Да, конечно. Вот так. У нас все снимается. Все снимается. Фотографируется. У вас претензий нет? Нет. Нет, никаких. Потому что мы не пристраиваем врага. В церковь-то ты ходишь? А какой есть, такой и есть. Ну, я с бабушкой. С бабушкой в церковь, да? Вот так. Телефоны все им дашь? Напиши телефон. Теперь вот какое дело. Ваши документы. Читайте их двое. Памятка, пояснение, уведомление, поплотнее. Мы, родители. Вы имеете право за родителей списать? Отправляющий свое ребенка, имя, фамилию в православный детский трудовой лагерь в поселке Потеряевка, Мамонтовска района Алтайского края. Ознакомлены с внутренним уставом, порядками, дисциплиной, запретом. Мы вам сейчас все это рассказываем, все снимаем. Мы, согласно, совсем добровольно и охотно это принимаем. И не возражаем, что за нарушение устава может применяться физическое наказание. Какое? Двоеточие. Лишение еды. Кто с ним хочет работать, я ему лишу там первого, второго там его. Он будет работать. Потому что без работы ничего не будет. Дальше. Так. Слушайте внимательно. Стояние, так. Дополнительная работа. Стояние на часах. На часах. То есть, легли спать, а ты начал баловаться. Значит, одеться, выйти, прутить, вместо винтовки стоять и охранять. Это ему сказано. Лишение купания. Допустим, накупаться надо и заходить потихоньку, а ты разбежался там, колну пололся. Вы слушаете? Надяй. Не отвлекай. К накупанием лишается за нарушение купания. Вот. Поэтому у нас все предусмотрено здесь. Наказание, угроза крапивой, сетка и войска. За столом удар ложкой по лбу. Учу их сидеть как правильно. Сейчас так, сидя за столом. За край стола не заваливаться. На кусочек, как раньше едут. Такая щашка. Мне кажется, я щашка. Ты будешь там дежурным, допустим. У тебя колпачок, надетый на тебя специальное обмундирование. И ты в это время прислуживаешь, кто за столом. Подняли палец. Один, два, ты должен сдать. Первый, второй. Поднижу. Рабочая. Дорогая. 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 Это в какой день дежур. Дежур они там. Через сколько там, в очередь подойдут. Заранее списание составляется. Иногда они стряпать будут. Будешь учиться стряпать. Мы сами хлеб стряпаем. Интересно? Пирожки какие-то. Они всему дети учатся. Может даже коров будут доить, получится коров доить. Потому что молоко-то любишь. Но у нас сейчас пост завтрашнего дня. Мы соблюдаем пост. Поэтому мы сейчас думаем, как все это сгладить. Покупаем рыбы, разные каши. Там все, что есть. Так, горох-то у нас там есть еще? Есть. Гороха много. То есть они даже не замечают, что это. Как сейчас пойдут ягоды. Нынче, наверное, кругмика будет. Много завязей. И они любят ягоды с молоком. Черем их и много. Это вообще деликатес. Когда жарко, ходим босиком всегда. Хорошо. А так упорное вещание через подошву. У нас дети прожигаются, а они зимой вообще не кашлят. Дальше. Зазлостное, ну не во гневе, а с рассуждением. Зазлостное хулиганство, хамство и тому подобное отчисляется из лагеря Стана. Наказывает только начальник лагеря Стана яг. Обязательно без свидетелей. В уединенном месте, то есть рядом. А в это время все молятся. Ну за что, допустим, я скажу. Мальчик приехал и матерился. Вашему не грозит это? Это пять горячих. Спасибо. Мы заматерились. Если ты кого-то ударил, семь горячих. Это серьезное нарушение прав преды. Он это знает прекрасно. Ну я его наказал и дальше все снова. А другой, а я ему предлагаю теперь. Или ты наказываешь и лишаешься язык. Ну еще выбор предлагается. А как? По-другому. Ну никак по-другому. Наказание всегда сторазмерно и адекватно. Просту к преступлению. Пример. Кто после отбоя и отхода ко сну нарушает покой, тишину, обязан выйти на вахту и не лишать другим, нарушившим правила купания. Лишается купание. Родители, не нарушающие боговедение, не наказывающие детей, хуже убийств. Святой Иоанн Бартовский. Наказание не является истязанием, изменением или нанесением повреждений. Но все согласно Библии по материалу о семье с обязательным разъяснением. Ребенку дается свобода быть честным, самому сознаться в своем проступке и преступлении. Наказание будет меньше. Ложь увеличивает наказание. То есть, ложь это главное, что сейчас губит нашу страну. Главное. Врут везде все, молодопрезиденты, статистики. Все ложь, одна ложь покрыта. Мы не хотим это дальше. Родители должны подтвердить, вот вы сейчас подтвердите и распишитесь. Что? Ребенок не склонен к побегу. Дальше. Забежавшего из лагеря Стана ни начальник, ни воспитатель никакой ответственности не несут. Но родители и беглез. У нас был, и мы внесли это в дом. А какая нужна-то бежать? Он у нас, мы стараемся ребенку создать 100% защиту. Никто не имеет права, даже вот вы приедете, но вы привыкли, думаю, его защиту. Там не имеете права. В лагере такой порядок. Его никто не может наказать, только один я. А я накажу на доску. Так, кнопку по сополку. Понимаешь? У меня глаза понимаешь, что думаешь, оплата, что другие это не боялись. Целая система. Второе. Психический здоров. Не на учете? Нет. Нет. Дальше. Не мочится под себя ночью. Это называется само арест. Не лунатик, не одержит. Четыре пункта. За особое непокорство, дикие выходки, ребенка досрочно отправляют домой. Если возможно, сообщают об этом начале родителей. Поэтому заранее необходимо внести плату за билет. За билет. Ну, это раньше было, сейчас это телефонный вызов. Потому что телефона мобильного тогда еще не было. Если уже обойдется без этого, деньги возвращаются. Дата и подписи. Вы со всем согласны? Ну да. Так, сегодня у нас какое? Седьмое? Седьмое. Я поставлю. На, поставь. Седьмое. Так, вы к нам, да? Сейчас, подождите. Седьмого шестого 2015 года. Ваша подпись и адрес. Вот здесь распишитесь. То есть, условия вам подходящие. И сейчас мы вам выдаем путек. Подпись полностью писать. По милю и милю. Да, вы подпись сделаете, а потом расшифруете рядом. Напишите. Это документ. Этот документ имеет юридическую силу. Вы подтвердили, что за вашим ребенком этого не он, не луматик, не под себя не мочится. Мы должны знать, на что обратить особое внимание. Мы еще 44-й год. Это не два года. Наш опыт лагеря, наверное, с вашего года тоже. Если не больше. Сколько вашему лагерю? 44-й год. А я думала, 4 года. 44-й. Я говорю, 4 года. 44-й. Так, вы расписались. Так, адрес переписывайте туда. Показали вам журналы, где про нас пишут «Алтайская правда», там соцентральные газеты. А мы в интернете читали. Ну показать что-то не буду. Центральные даже журналы. Так, Татьяна Кузьмича, держите. 18-й. 18-й. Тут фарелью поставите, здесь наша печать и распишите. 18-й. 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 Телефона два бы надо записать. Молода еще. Я маме сейчас маму включу. Арсений, маме телефончик. Я не знаю. Я сейчас не буду. Посмотрите. Значит, звоните только на меня. Детям телефона даже не давайте. Они сразу на них взимаются. Время ответа. 18-й. 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 Баба, вы не против, что я покоманду ее? Посмотри, Артем, вон тот, не был где, дотуда добеги, обратно прибеги. Не упади тогда, не упади. Хорошо, молодец. Мы видим, что ты не больна, ничего, потому что мы находимся в степи, и мы не оздоровительный лагерь, а трудовой. У нас дети работать учатся, топором, ножов, лопатой. Ты настоящий мужик должен быть, семью прокормить. Так, ты ему отдай фотоаппарат. Фотоаппарат отдай. А он не работает, батарейки севшие, он не работает. Батарейки только что поставил, новая. Ну, я вот сейчас включал, не включается. Может, не заряжены они были. А ты не помнишь, в каком порядке он устоял? Ну, там написано плюс-минус. Поснимай пока нас. Что же всех только хватило. Запись, вот смотри, идет. Посмотри, они правильно. Я член тоже в цистанте? Нет, в цистанте. Нет. 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 Значит, запомните отвес. В среду. Вот это следующее. Вы в полвосьмого даже у нас были. Вот эта вот улица, сейчас только дальше. Вот эта улица какая? Пушкина? Ну, до Ползунова. До Ползунова следующая улица. И туда, в сторону обеих номер 6. Деревянное частное здание с нарезными наличниками. Ползунова 6. Вы себе запишите где-то. У меня записано. Улица Ползунова следующая, туда вот за этим зданием. Мы его паспорт показываем. Восемь это выезд. А вы должны прийти на пол шефа ручья. Пока погрузка будет. Пока дети тут маленько разогнутся. Вот так. 7.33. Вот так. Все, сходите сюда. Да? По нему все найдите. Обязательно резервируйте сапоги. Мурашки. Мурашки. И поясок. Поясок чтобы был. Какой-то там. Питя может такой просто. Хороший из сейсмых. На стращишных. Есть у нас сейсмых. Да. Ну, вы это еще раз проверите. Я сказал, одежда не должна быть болоневая. Понятно. Понятно. Потому что на костре опять не дует. А маленькие страны его прожигают. Да. И вообще тяжело. Ну, она не дышит. Да. Так. Это. Отъезжаем, значит, на газельках, да? Да. У нас в газели еще одна машина. И это сколько там за проезд надо? Отдельно он идет. Что? Проезд отдельно. Да. Да, да, да. Сколько стоит? Нет. Мы проезд берем на себя. Мы сами платим за проезд. Нынче нам городская администрация не смогла помочь. У них, говорит, нету. Отняли право. Все. Им поэтому сегодня мы договорились. У нас две машины уже заказаны. Что? Пока у нас все это пассивно. Деньги только когда садиться. Сейчас не надо. Момент, когда садимся. Тут у нас все определенно. Не так, что он взял деньги и пошел. Мы документы показали, переписали друг другу. Что у вас должно быть доверие сто процентов. Если у вас 99, мы ребенка уже не берем. Вы должны быть абсолютно спокойны. Когда он доедет, вы в этот же день позвоните. И скажите. Я ему телефон свой в уху. Руки не даем. У нас всякое было. И вы с минуты в одну минуту уложитесь. Правильно. И с телефонами правильно. Потому что они спокойнее идти. Да. Он спокойнее. Ему некому звонить. Потому что он под нашей защитой находится. Самое у нас будет 12 июля. Там крещение. Там будут из Рио новости. Центральное средство информации Москвы. Куда приедут? Приедут. У нас приезжают очень издалека. Из Франции. Из Германии. Так что если приедете сами, решите с кем. 12 июля. День Петра и Павла. За месяц и два дня. А вот это Мамонтовский район? Мамонтовский. Это День Петра и Павла. Понимаю. Центра. Это районный центр. Значит, дети через Павловск. Через Павловск. Потом Ребриха. А Ребриха идет заворачивать на Паново и подстеклах. А там, если дорогу направить. Сейчас мы маленько в объезд ездим. 73 километр. Мы даем путевку. Объясним. Ну а дальше там проселочное. Надо держаться на большую линию. Самую высокую. И дорожки разветвляются. Надо все время держаться ближе к линии. И там переезд. Надо будет записать. И переезд как только приезжаешь вплотную к линии влево сразу. И вдоль линии едешь. А тут уже видно разваленный разъезд. От него четыре километра. Я так все равно ничего не поняла. Это надо записать. Ну шофер кто будет. Мы ему объясним. Ну вот и шофер может все. Дальше. Мы дадим вам телефоны наших людей. Которые каждую неделю сюда приезжают. Молочные. Они живут от молока. И можно с ними прилепиться. И тогда уже платить. Ну как на вокзале. Здесь еще шильдом стоит. И уже не так. Вместе с ним вы надо бушить. Не надо бушить. Пещать медленнее. Зданий нету. Чисто степи. Поэтому оно самое хорошее когда мы с вами машинами. Мы шли. Вот у нас приезжают иногда. И мы сразу говорим возьмите с собой банки. Санты сможет пузники. Вы ребенка вам оставляет. И вы целый день берете ягоды. И у нас там наварите с собой свои лимонки. У нас есть там малинная заросла, в нашей деревне, можно малины набрать, мы там с ребенком со своими пойдем. Но просьба никаких пирожков, ничего с города не привозить, никакой воды. Мы отвечаем за свою скрипнику, а не за то, что кое-кравы нахормят. Сегодня такое продают, в детских садах по 90 человек под капельностью не бежат. Так как берут, Господи? А в этом, знаете, покупались, где на Каспи, это 6 человек со спитателем утонули. Где? А, год назад. А там где было? Где-то на Азовском море, что ли? На Азовском, да-да, на Азовском. Там какие-то такие приливы есть, а Алифор пьяный был, и детей понесло, он просто созонили, и сам утром 6 трупов, а 7. Вот тогда проверку устроили ужасно. Кто-то тогда, это уже карлинг был, вот так. Проверка всех лагерей подняли на ныне, ну а у нас еще приехали, у нас еще за нами нету, моря нету, круг у нас огорожен поплавками, где купаются, уши плавают. Нынче у нас, правда, поломало пирс, пирс, да, кораблики стоят. Каждого в песене они уши поплавают. Слепо! Так, что непонятно, у вас стационар, мне лучше под стационару звонить. Я не учу мобильно, от него голова болит. Да я согласна с вами. Все. Ну, всего доброго, до свидания. До свидания. Так, Артемий, подожди к нам, вот тут. Я буду сказать, серпит у нас, подвись назад, это не пойдет, у него анаптизы какие-то. Да эти, нет, нет, это мы пошли... Он может брать, может брать шортики, но он должен быть сюда не в джинсах, а нормальные брюки, но купить, чтобы нигде не было рисунков никаких, кроме растительных. Ну, то есть у нас порядок, если вы приедете, чтобы на вас не было ни украшений, ни бушек, ни... Да знаю, я сама хожу в сердце. Ну, это наше правило. Знаю. Наш трескот называется. Понятно, все. Вам это не тягость? Нет, абсолютно. Ну, смотрите, и краситься нельзя у нас. Да знаю. Ну, я вам не говорю, не краситься, а когда к нам переступаете границу, тут табачное к нам на территории не появляется. Дети не слышат ни одного скверного слова. Это особо лагер. Ну, мне поэтому и вести вот это можно. Так, что он еще мог. Спасибо. Спасибо. Пошли встал. Давай, давай, давай. Показать первым делом документы. Ваши не пишут. Ну, у меня, в общем, пять детей. Я осталась здесь. Маленько, ближе, может, чтобы... У меня, ну, все дети. Лучше, чтобы слышно было, ближе к нам. Так, я вам слышал. Чего-то не работает. Вы можете записать. Это у нас динамикатый? Да, не работает. Посмотрите внимательно. Да я видела вас. Я просматривала все эти. Позумал, что-то. Запиши все. Я просто хотела бы узнать, сколько... Давайте вначале поговорите. Давай. Сколько это стоит? У нас это стоит 39, 6,5. Он говорит, я боялась, что не есть. А вам как это? У меня 5 детей, одна без мужа осталась. Так, 5,2 достаточно будет? Мы же покупаем все. Нам никто не помогает. Да я понимаю, что живу на 10 тысяч в месяц. У меня пенсия 6,272, что-то. Мы же, у нас сколько, во-первых, бесплатных бывает, которые многодетные, и обслуга, и все. А вот таким-то государственным им легко. Они 90% платят из профсоюза, от регистрации. А у нас столько, сколько расходов падает, наверное, на рамках. Нет, 3,5. Нет, 3,5, а те маленькие еще, девочки, в сады. Сколько год? Ну, старшина 12 лет, второму 8, девочке 7. 8 это уже плен, конечно. У нас уже самостоятельно. Дочка 1 класс. Ну, в 7 лет у нас уже самостоятельно. 12, 8 и 7. Вот только подходящие. А эти-то 2 маленькие 5-два. Двойняшки. Двойняшки маленькие, 5-два. Ну, они в садик ходят. В садик ходят. У нас, если меньше возраст, то они с кем-то из старших даже жили, чтобы они за ними прибегли. Вы даете одного или? Я не знаю. Я сейчас просто я поговорю, что у меня по деньгам на троек. Ну, по деньгам там троек мы сразу меньше делаем. Мы сразу сделаем меньше. Ну, мы троек сделаем по троек еще. Он уже кормит. А завтра нам закопается рыба, ковку, что мы все покупаем. Сейчас закупили шиповку. Пришли в саду, чтобы они пополняли. Ну, всякие. Мне надо сказать, что не пополнился. Это понятно. А с какого числа начинаешь? Среду мы уже выезжаем. Среду. Кое-то сошел. Десятого. А потом не будет после десятого. Ну, мы не можем больше. Если сами дадите, Найдете машину на своей машине, не можем дать машину. Условия те же. У меня просто я... Деньги надо получать на работе после девятнадцатого числа. Ну, мы подождем. После девятнадцатого. После девятнадцатого. Это мы верим. Если мы доверяемся... Видите, мы верующие. Нас обмануть очень трудно. Я сказал, Милостыни Господа. И все перешло туда. Если вот троих отправлять... Девять тысяч. Да, получается. Это получает, ну, два слышимого разрешения. Это мы чем-то опять должны восполнять. Ну, вы знаете, какие цены, что брать? Ну, я знаю, что я работаю. На одни продукты все уходят, и муха, угол, нос. А мы покупаем умолокой. Постоянно вдалков. А мы тоже жили. Нас здесь все ракетели. В отечественную рыбу имели. Мы ничего не видели, кроме того, что под ногами растет. Тогда и не было этих сликерцев. Так, решайте. Тогда я вам сейчас основные документы показываю. Да, я смотрела там. В интернете все мы пересмотрели. Вы посмотрели, что требуется путевка? А, ну нет. Путевку сейчас давайте вычеркнуть еще. Она у нас давно уже. Вот тут путевка. Я смотрела, у вас там такая деревня, что не дурят, не ругаются. Это не какие-то пенсионные затворники. К нам едут главы администрации, заместители губернатора. Они все поможут. Так что тут доказывать-то ничего не надо. Сейчас я вот прочитаю. Вот путевка. Памятка о том, что требуется ребенку. Верхняя теплая, легкая одежда. Не баллон. Это надо запомнить. Баллон, она, во-первых, не дышит, вредно для тела, а потом в пятницу костер рыба искорка прожигает. Ушки-то летят. Ну, понятно. Так, носовые платочки. Четыре штуки. По две пары верхнего нижнего белья. Девочкам пласят длинные до петли. У нас в воскресную школу хочет это. Смотрите, для церкви праздничные платки. Простые носки и носки теплые. Простые три пары. Эти. Легкая обувь, резиновая обувь, сапоги, чтобы на размер хотя бы побольше. Когда дождь, они шестереные кусочки, на самом деле посуда пыльно смотрится. Дождь не трое нехожу. У нас большая гибель. Сколько у нас берется? Больше трехсот наверное, берет. Да может быть, я даже заслаю. Так, дальше. Головной угод. Для девочек два порта. Одеяло вот это темпо. Вот это не надо, оно и у нас есть. Сейчас матрососное. Одеяло простое. Две наволочки и просто не две. Потому что раз мы ели вот вхерает, в это время мы не едем куда-что. Дальше. Виходку, мыло туалетное два и хозяйственное два. Сумку, рюкзак с меткой. Кружку, ложку, чашку. Иногда они берут, у нас есть, но можно и взять. Нитку, иголку и несколько чистых тетрадей, ручки, карандаш и дальше удочка. Они любят рыбачиться, а остальные и медицинский осмотр до прибытия на кожные заболевания. И чтобы завширность. это с этого поликлиники, да, справки взять просто? Ну, как на бассейне. Да. Ну, как любой лагерь. Там же правила эти, которые мы взяли. Ну, простая справка, да? Простая справка? Обязательно кожные заболевания. Ну, это врач, федиатр, да? Он сейчас смотрит. Да. Не надо специально мучить. Теперь вот посчитайте. Я сейчас считал уже уведомление. Вот она, женщина-то, была, расписалась. Начните сверху. А сейчас не было. Ну, тут все одинаково. Одинаково. Продолжение следует...